Игорь Кошин побывал в Доме престарелых, но не с рабочим визитом, а скорее с торжественным. Глава региона вручил медали тем, для кого лозунг военного времени «Всё для фронта, всё для победы» стал зовом сердца. Любовь Пермякова продолжит. Антонина Скопина войну встретила в 18. Казалось бы, всё только начинается. Учёба в УЗИ, любовь. А тут война. В тот страшный и роковой для страны период Антонина трудилась на нескольких работах. Была дояркой, рыбачкой, а ещё возила сено. Не то слово «тяжело», что «тяжело». Это не с этим не считались. И мороз. Приехали в 43-м году мы из Кирова, значит, сразу меня на Путину. Мне в 18 было, на 19-м пошла на Путину. Так дело в том, что сразу на рыбалку меня направили. Людей не хватало. Да молодые тогда мы не бывали. Да начало этот день до мороза. Тогда какие-то зимы-то были морозные. Работали тогда днём и ночью. Голодали, жили в холоде, но для фронта отправляли всё, что могли. Мечтали только об одном – победить врага. Они приближали этот день как могли и дождались Великой Победы. На деревню мы ездили. В деревню встречали. День Победы. Знали, знали. Мы приехали с первого года, узнали с первого. День Победы. Ну, тогда еще клуб не построен. Был так всяк у себя в комнате. Кто? Ну, группами собирались. Кто? Кто с кем мог. Сегодня в доме престарелых шесть тружеников тыла и один участник войны. Это Фёдор Сурков. Живая легенда дома-интерната. Сейчас он проходит лечение в больнице, но заслуженную награду ему обязательно передадут. Цветы и юбилейную медаль из рук губернатора Игоря Кошина получили все, кто ковал победу. Впереди у жителей дома престарелых множество праздничных торжеств. Очень много. Очень много. Нас вообще очень много посещает все музыкальные коллективы округа и города. И по возможности, когда приезжают с деревень, всегда они здесь бывают и ставят концерты. Наши, так можно сказать, даже так избалованы концертами. Но главные события еще только впереди. 9 мая они снова встанут в строй, чтобы выслушать слова благодарности. Спасибо за победу.